Всем приветики! Приветики! Я Александр Рогов, Ольга Шуранова. Добро пожаловать на Рогов Лайф, а сегодня вас ждет шоппинг-влог. Мы уже приехали в Афимол, на улице Метель, Пурга. Я даже верхнюю одежду снял, но Шу хочет жариться. Нет, я хочу быть в образе. Да? Ну, раз уж мы об образах заговорили, рассказывай, в чем ты. Так, начнем снизу. Мои любимые тайби, которые промокли уже просто... Я вступила на улицу в первую лужу, они уже сырые. Это очень классные брюки из натуральной кожи от бренда Лайм. У них появилась премиум линейка. В общем, идите в Лайм, супер. Но они дорогущие, 17 тысяч рублей стоят. Потом это пальто любимое от Рогов Шоп. Новая блуза вампирская, викторианская, пиратская, тоже Рогов Шоп. Вот с такими вот прекрасными лентами. Вот такое великолепное украшение от бренда Марни. Сумка, все вы знаете ее, это коэнс и бренд Рогов, и нереальный обвес. И вот Дэмна у меня стырила эту идею. Вообще-то, скандал! Скандал! Ну правда. И еще маленький скандал Шу. Вообще-то, купила блузу из новогодней коллекции Рогов Шоп. Поэтому, если вы к Новому году уже готовитесь, тоже можете себе такую блузу купить. И она есть не только в черном цвете, но еще и в белом. Теперь обо мне. Во что оделся я? Я вообще сегодня оделся в совершенно несвойственную себе одежду. Вчера в ЦУМе купил себе вот такой джемперочек. Смотрите, на мне, если что, 56 размер. Название бренда я не помню, взял бирочку. Это бренд Ланеус. Просто в ЦУМе сейчас очень много новых брендов. Вот Ланеус там я себе нашел. На мне брюки Жильзандер, белые носки. А можно я пушинку сниму? Давай. Ой, на самом неприличном месте. Носки, по-моему, Юникло. Сумочка Эрмес Пашет. По-моему, так она называется. Кастомизированная. И на мне ботинки Прада в клепках, которые я купил в 2005 году. В 2005 году в Нью-Йорке. Представляете, это первые ботинки Прада в клепках, которые они тогда выпустили. Сейчас постоянно их перевыпускают, потому что это их хит. А я вот решил про них вспомнить, обуть и смотрите, какой у меня лучок получился. Да? Лучок получился. Прикольно звучит. Да, супер. Мы подходим? Да, кстати, смотри. Мы идеально мэтчимся. Вот сейчас супер. Видали? Итак, это перфект мэтч на Рогов Лайф. Мы с вами в Афимоле, как я уже сказал. Сегодня пойдем по магазинам. За нашей спиной диковинка. Недавно открывшийся бренд, который называется Айдол. Мы с Шу там уже были на разведке. Все потрогали, пощупали и решили сегодня вас в Айдол пригласить. Посмотреть, что там можно купить. На что там нужно обратить внимание. И, конечно, будем включать режим Бабка Рогов. Режим... Приди, Рошу. Приди. Приди, Рошу. Начинаем? Пойдемте. Пойдем. Привет, ты как? Я супер. Сегодня пойдем по магазинам. На модной карте появился новый бренд. Мне не платили. Рекомендацион. И лучше купить что-то одно хорошее. Это правда. Чем 48 плохого. Бабка Рогов доволен. Ой, вот здесь тоска смертная. Жакет на троечку, брошка на пятерочку. Можно и трусики забыть надеть. Прям ваша промежность скажет вам спасибо. Не повторять не стильно. Кладезь советов. Дорого, дорого. Что я еще вижу? Где? А, здесь какой-то леопардовый рай начался. А вы что там? В себя пришли, что ли? Великолепные лацканы. Прекрасные лацканы. Самые лучшие лацканы. В отличие от меня, вот под этими софитами. Сердечки отправить. Лайки ставьте. Канди-боберы снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ну, начнем с того, что здесь очень красиво. Я точно знаю, я подготовился, что это премиальный бренд. Здесь нас с вами ждут цены выше среднего. Но мы будем рассказывать, оправданы эти цены или нет. Будем все вещички щупать. И я даже знаю, с чего я хочу начать. Вот с этих металлизированных джинсов. И я даже скажу, почему они мне нравятся. Потому что это не эко-кожа, а это хлопок. То есть вы в них не вспотеете, не сопреете. И будете чувствовать себя классно. Джинсы эти стоят 12 990 рублей. И, наверное, даже отмечу фасон. Потому что это такие высоко сидящие бэгги джинс. Вот они на манекене. Симпатичные. Да, красивые. Так. Ну что, с этого корнера начнем, да? Ну, конечно, раз уж мы сюда пришли. Какие-то симпатичные топотульки. Я знаешь, про что хочу сказать? Про то, что здесь универсальные силуэты. Простые вещи без заигрывания с какими-то, знаете, 7-минутными трендами. Скорее вы здесь купите то, что будет вам служить несколько сезонов. А это важно. Потому что мы с вами должны инвестировать в свой гардероб. Вот, это ботильоны на санкетке-скале. Очень красивые. И вот если вся ваша одежда может быть достаточно простой и ненадуманной, то вот такие ботильоны сделают ваш образ более детализированным. Давай узнаем цену. Цена прилетела. Цена 19 990 рублей. Мне кажется, очень конкурентоспособная цена. И вот такие ботильоны в других магазинах я не видел. Реально классный каблук. Ну, знаешь, Саш, на первый взгляд я все трогаю. Очень приятные ткани. Так, всех беспокоит вопросик пуховичков. Где купить пуховик? Вот, пожалуйста, в Айдолу вы можете купить вот такой пуховик. Непрактичный по цвету, но очень эффектный. Мне нравится, что он минималистичный. И стоит этот пуховик 25 990 рублей. И придержу состав утеплитель пух-перо. Это не синтепон. 90% пуха, 10% перо. Точно будет теплым. Подойдет, я думаю, тем, кто водит машину. Это автоледи. Моя мама любит курточки автоледи. Можно попочку не прикрывать. Можно попочку не прикрывать. И подойдет тем, у кого, например, базовый черный пуховик удлиненный уже есть. Хороший. Поехали дальше? Поехали. Так, деним здесь плотный. Вот я вам показал джинсы, которые залиты краской. Вот покажу еще вот такие джинсы-брюки. То есть, видите, это не пятикарманные джинсы, это брюки. Произведенные из денима. Плотного и приятного. Деним не стиранный. Единственный нюанс, о котором хочется сказать, что вот такой деним красится. Поэтому, если вы будете носить эти джинсы, например, с белой обувью, знайте, что, возможно, джинсы вашу обувь окрасят. Белые ботильоны, белые кеды. И если белая сумка будет, например, тереться об бедро, то она тоже может покраситься. Но это не говорит о том, что это джинсы плохие. Это говорит о том, что если вы белые аксессуары вот с таким нестиранным, не вываренным денимом миксуете, вы просто совершаете ошибку. Джинсы стоят 16 990 рублей. Состав хлопок. Стопроцентный хлопок. Ну, тоже симпатичные. Да, хорошие серые джинсы. Кстати, я смотрю, так и на высокий раз подойдут, смотри. Да, это хорошо. Так, откуда я их взял? Отсюда. Здесь есть вот такой джемпер на молнии. Помните, да, что вот это все может к нам попасть в рот, поэтому в холодильник в пакетике засовываем, двое суток храним. Проверил, работает это правило. Хороший, добротный джемпер на молнии. Отличная под одевалка, даже под какой-то жакет из костюмной ткани, под пальто. Но пальто, пожалуйста, не черного цвета, потому что тоже ворсинки будут видны. Серая скорее. Цена 21 тысяча рублей. Состав махер, шерсть и всего 3% эластана. Составы здесь супер. Я прям хочу отметить составы. Составы отличные. Ну, про такую модель обуви, я думаю, вы знаете. Действительно удобные. Единственное, не знаю, насколько они скользкие. Скользкие, точно. Потому что будут скользкими. Потому что нет протектора. То есть, когда не снегопад на улице, не слякать. Вот эти замшевые ботильоны на молнии вам точно могут подойти 17 990 рублей. На резиновую обувь можно наклеить вот так лейкопластырь, и тогда не будешь скользить. Я слышал, кстати, про лейкопластырь. Да, я пробовала. Или даже взять просто ножик и вот так покромсать подошву чуть-чуть. Ну, вот как бы ее расчертить. Ага. Про такое не слышала. Кладезь советов. Вы все прекрасно знаете, что один из моих главных посылов – это окружайте себя красивым. Потому что стиль – это не только то, что мы носим, но и то, из какой посуды едим, какое у нас постельное белье и что стоит на прикроватной тумбочке. Я всегда радуюсь, когда красота становится более доступной. Сейчас как раз такой момент, потому что в «Золотом яблоке» весь ноябрь – черная пятница. Огромный выбор не только средств по уходу за кожей лица и тела, но и продуктов для дома и интерьера. Все это и многое другое. Весь месяц можно купить со скидкой до 60%. И, кстати, в городах, где есть супермаркеты «Золотое яблоко», действует экспресс-доставка. Всего за два часа. Представляете? Мне привезли заказ, я уже устроил бьюти-распаковку и хочу вам показать, что у меня тут есть. Вот такая пенка для умывания с белой глиной. Она хорошо очищает поры. Гель для душа, тоже очищающий. Ну, вы знаете, я помешан на чистоте. Масло авокадо для ухода за кожей и волосами. Ароматическая свеча для создания домашнего уюта. И набор увлажняющих масок от «Дарлинг». Я знаю, что многие их просто обожают. Скачивайте приложение «Золотого яблока», если у вас еще его почему-то нет, и погружайтесь в неистовый шоппинг. Черная пятница в «Золотом яблоке» ждет вас еще, знаете, сколько? Давайте посчитаю. Еще целых 19 дней до конца ноября. Ну, а мы с вами что делаем? Открываем эту масочку, наносим ее. Ладно, я открою эту маску, нанесу ее, а вы возвращаетесь в магазины. Продолжаем. Шоппинг-блог. Так, какую маску выберу? С тройным эффектом расслабления, смягчения, свежесть. Идеальный вариант. Все, давайте. Ну, трубашки какие-то хлопковые. Это красиво. Смотрите, у бренда есть свой логотип. Вот такой составной. Симпатично, минималистично выглядит. И прикольно, что здесь не написано «айдл». Здесь как будто бы некий орнамент. Да, им нравится, что именно ниточки подобраны в цвет. Да, в цвет. И давайте, знаешь, что проверим? Давай. Режим бабка рогов. Я же вам обещал. Мы проверим частоту строчки. Подходите. Вы видите, какая частая строчка? Это говорит о том, что это хорошее качество. Сейчас еще и внутри все проверим. И внутри все проверим. Я тоже проверю. Смотри, все закрыто. Видали? Вот. Это то, что говорит о качестве изделия. Видите, внутри нет ни одного, ни одного открытого шва. Все закрыто. Вот. Пожалуйста. Смотрите, подходите. Видите? Это не оверлок. Это шов специальный, который закрывает все срезы. Все срезы, да. Даже внутри на рукаве. Иногда на рукаве это пропускают. Здесь даже рукав идеально сделан. И стоит эта рубашка 8 990 рублей. Нормально, да. Хорошая цена. Так, теперь мы оценим изделие из футера. У меня есть небольшая претензия, конечно, потому что это флис. Но почему я не люблю флис, скажу вам еще раз. Я не люблю флис не потому, что это плохо. Я не люблю флис, потому что это зима и осень. То есть вот такие джоггеры флиса вы летом выносить не будете. А если бы они были петельчатые, то тогда они универсальны на весь год. На весь цикл. Но флисик-то приятный. Он какой-то прикольный. Да. Мне кажется, он такой подкатается чуть-чуть. А видишь, какой он? Да. Но крой офигенный. Смотри. Это прикольный флис. Мне кажется, я даже готов забрать свои слова про флис обратно. Да, он какой-то классный. Он какой-то классный, да. Он, знаете, даже похож на что? На какую-то вахрушку полотенчатую. Это не флис, который закатывается, а он какой-то смешной. Ладно, айдол, прощаю за флис. Зато тепло будет. Еще одни джинсы, еще один фасон, который предлагается маммс джинс. Мне они нравятся, они всегда хорошо сидят, талию отмечают, слегка заужина к низу. И давай проверим, насколько они длинные. Ну, а тебе коротковато было бы. А мне вообще маммс все короткие. Это коротковато. На рост до 172, наверное, да? И будет хорошо. И помните, если джинсы хорошо сели по талии, по бедрам, но длинновато, вы просто берете ножницы и отрезаете, сколько вам нужно. И потом чуть-чуть все это вахрите. Или один раз стираете, и все будет выглядеть идеально. Не надо ничего подшивать. Красивые казаки. Казачки какие-то, да. А где тут ценник? А, вот, 20 тысяч рублей. Я считаю, что по обуви все очень конкурентоспособно. Симпатичные казаки. И вот здесь вижу еще одни ботильоны на скошенном каблучке с металлическим мысом. Смотрите, да, хороши. Какая юбка классная. И вот эти сильно скользить не будут. Здесь резиновый протектор стоит. Стоимость сейчас узнаем. Кстати, пишите в комментариях, как вам мой джемпер. Мерцающий. 19 990 рублей. Нормально. Даже для программы здесь что-нибудь можно купить. Юбка понравилась. Хочу ее найти. Офигенная, да. Пойдемте найдем вот эту кожаную юбку в зале. А, здесь какой-то леопардовый рай начался. И монохромный рай еще. Смотрите. Очень классный свитер с высоким горлом. Такой расслабленный, интересный орнамент. Кстати, классно было бы с трендовой юбкой в горох, да? Прикольно. Было бы здорово. Да, помните, что горох актуальный тренд сезона, но горох не обязательно миксовать с горохом. Берете графику, добавляете юбку в горох, но сюда хочется горох прям крупный. Такой крупный, как у Марни было. Все супер. Угу, это красиво. И вот симпатично, смотрите. Такой ручной оверлок из шерстяной нити. Очень красивый джемпер. Выглядит очень дорого. Стоит 21 990 рублей. Но это прям люкс. Это люкс. Очень красиво. Еще видите, он спереди чуть короче, на спинке чуть длиннее. Можно слегка вот так подзаправить. И из вариантов, с чем носить, пожалуйста, и черные классические брюки, похожие на мои. Здесь может быть и какая-то легкая воздушная юбка, голубые джинсы или серые. Ну вот с кожаными брюками, например, как у меня. Красиво. Ну что, классный бренд. Old Money. Вот это Old Money. Это не No Money. Вот это Old Money все. Это хорошо. А чем пахнет? Мне кажется, какой-то... А у вас здесь аромат какой-то есть, да? Да. Да. У нас вот аромамашина, собственно, она источает как раз наружу. А у вас он не продается? Просто это такой хитренький приемчик брендов премиального сегмента, когда создается аромат, ассоциирующийся у покупателя с магазином. Поэтому, Айдол, дарю вам идею. Запустите, пожалуйста, линейку ароматов для дома. И их у вас тоже будут покупать. Красивая рубашка, хорошие джинсы. Мы с вами здесь видим вот такие теплые, уютные трикотажные костюмы. Я еще раз хочу чекнуть состав, потому что бренд реально славится своими премиальными составами. Вот. Это, пожалуйста, основная ткань, стопроцентная шерсть. И это все очень приятно на ощупь. И вот этот джемпер на молнии, на горле, вообще не колючий. А где цена? Он вообще не колется. 16 990 рублей. Он вообще не колется, в отличие от моего. Я решила примерку затеять. Простите, будут чуть-чуть щипеть. А ты какой размер надела? Не знаю, какой. Как разома. Симпатичная, на высокий рост тоже хорошо. И мне знаешь, что нравится? Вот этот необработанный краешек здесь. Хотя это имитация. А, нет, это не имитация. Это так. Подожди, дай посмотрю. Давай. Да, это так. Подожди, я не могу понять. Это вшито. Да, это имитация необработанного края. Очень приятная ткань. Красиво сидит. Такой прям чик. Классная. Слик энд шик. Да. Красиво. А сколько стоит? Я не посмотрела. Чекаем цену. Ты знаешь, для такого пальто цена вообще супер. Учитывая тот факт, что мы в бренде, который позиционирует себя как премиальный, пальто стоит 35,990. Очень приятно. Давайте оценим, как все это сделано. Здесь все красиво. Воротничок красивый. Все хорошо пришито. Вот это вообще вручную пришивается, потому что машинкой вот это пришить просто невозможно. Вот такие еще пуховики есть. А это все из натуральной, что ли? А что, ты знаешь. Вот если попочку прикрыть надо, есть пуховик удлиненный. Это маленькая. И юбка вот такая с драпировкой здесь есть затейливая. Юбка из натуральной кожи стоит 35,990 рублей. Мне очень нравится, как она скроена. Это юбка, сидящая высоко на талии. И очень красивая драпировка вот здесь пущена, затейливая. И вот такие вещи, казалось бы, дерзкие. Миксуйте с трикотажем. Простой джемпер. Даже сейчас возьму. Вот, пожалуйста. Простой джемпер, вот такая кожаная юбка, высокие сапоги. Кстати, даже черного цвета они здесь могут быть. Вот высокие. Черный, коричневый, молочный. Вместе все это смотрится очень здорово. И сверху, например, объемное черное пальто. Пуховик бомба. Хороший. Девочки, а у вас пуховик только в коричневом цвете есть вот такой? Вот этот? Да. Есть еще в черном. О, есть еще и в черном. То, что нужно. А черный что? Самый популярный цвет. И не только, кстати, в нашей стране. Ну что, здесь все хорошо. Я все проверил. Белый пуховик еще есть. Смотрите, был молочный, коричневый, черный. Есть еще вот такой белый с небольшим удлинением. И мне нравится, что все вещи простые. Вы же помните мой главный постулат? Мой самый важный постулат. Чем проще вещи, тем легче их миксовать друг с другом. Вот на пуховике ничего лишнего. И все отлично. Вот тоже, Саш, смотри, какое симпатичное пальто. Да, красивое, стеганное пальто, пуховик. Если вы не хотите технологичный пуховик, этот все-таки на спорт намекает, пожалуйста, можно купить пуховик-пальто. И вот юбка моя любимая здесь есть. Покажи. Если в магазине есть скроенная по косой юбка, это значит, что это хороший бренд. Вот, пожалуйста, скроенная по косой, не из тонкой тряпки. Это реально классная плотная ткань. Не знаю, хочу посмотреть, что это за состав. Почему-то мне кажется, что это вискоза. Вискоза, стопроцентная вискоза. Приятная. А длина? Опыт не пропьешь. Хорошая. Из обуви еще, что мне нравится. Вот при входе мы видели эти сапоги. Очень классные металлизированные сапоги. Это один из трендов сезона. И тоже не обязательно наряжаться в космическую диву. Вот, купили сапоги. Все это миксуете с денимом, с серым цветом, с розовым, с белым. Все это будет выглядеть очень здорово. Красивый, устойчивый, удобный каблук. Натуральная кожа, напоминаю. И стоят они 27 990 рублей. Самая дорогая пара обуви пока в этом магазине. Ой, какой красивый джемпер-паутинка здесь еще есть, смотрите. Привет, Гоша Карцеву. Да, красиво. И цвет такой милый, нежный. Я решила всю верхнюю одежду, видимо, применять. Ну, молодец. Это пальто свое не потеряла еще. А вот оно висит. Супер. Джемпер 14 990. Махер полиамид. 60% махера. Очень приятный. Ну, что, симпатично. Но тебе хорошо в удлиненном. А это такой же, как белый? Да. Вот если вам вот тот беленький молочный понравился, вот есть черная альтернатива. Так, уходящие тренды брюки карго здесь тоже имеются. И вот этот свитер с высоким горлом, с деграде. Мне очень нравится. Это прям красиво. И вот такой свитер я рекомендовал бы купить на 1-2 размера больше. Значит, состав альпака, полиамид, эластан. 21 990 рублей. Здравствуйте. Красивые. Классные, да? Такой скошенный каблук. Вообще супер. Красивые. А ты видишь еще, когда свет преломляется, здесь зеленца появляется. Видишь? Прям как будто змейка настоящая. Классно. Ну, это не змейка настоящая, но кожа натуральная. 19 990 рублей, подошва, стопроцентная резина, внутренняя отделка натуральная кожа, верх обуви натуральная кожа. Цена хороша. А где юбка-то кожаная? А вот она. Вот она. Класс. Красивая. Это очень классная юбка. Чтобы удостовериться, да, натуральная кожа, стопроцентная вискоза под клад. Стоит юбка недешево. 39 990 рублей. Но что, опять-таки, мне в ней нравится, это идеальная инвестиция. Это правда. Вообще никогда не выйдет из моды. Всегда будет актуально. И вообще спасет вас в любой ситуации. С чем угодно. Очень красиво. И длина супер. Высоким девочкам в Айдл однозначно путь-дорога. Красивая юбка. Хоть с джемпером, хоть с блузкой нарядной, да? Да, да, да. Вариантов миллион. Вот еще есть брюки из натуральной кожи. Ношу брюки широкие, прямые. Эти чуть более зауженные. Стоят они 45 990 рублей. Кожа натуральная. И есть еще вот такая мини-юбка из кожи. Мы в такой дерзкий отдел попали. И вот такое платье с небольшой драпировкой в районе Тайды. И мне нравится, что оно такое минималистичное. Можно с какими-то балетками, с обувью на плоском ходу носить. С сапогами. Да, сбоку есть достаточно высокий разрез. И можно поверх водолазки, например, тоненькой. И здесь водолазок достаточно. Прям водолазку внутрь. Можно черную, можно контрастную. Будет хорошо. Натуральная кожа. Это здорово. Так, что здесь? Какой-то гранж. Да, здесь зона гранжа. Кстати, прикольно. Вот эти джинсы с таким заваренным эффектом. Есть вот такие толстовки. Такой сваренный, состаренный трикотаж. Видите? Ну, какой-то у них прикольный флис. Вот, давайте я вам еще раз покажу. Может быть, на этом будет виднее. Видите? Это не флис дурацкий, пушистый, а какой-то такой забавный, свалявшийся, как валеночек. Смотри, я тут флис нахваливаю. Вот, он прям прикольный. Он похож на японский. Это очень дорогой вообще-то флис. Это чуть-чуть ези, Канье Уэста. 9 тысяч рублей? Да, 8 990, 100% хлопок. 100% хлопок? Да. Я просто думаю, может быть, есть где этот флис именно сделан, но это не указывается. Джинсы очень прикольные. Тут длина просто супер. Смотри, Саш, даже медленный. Да, эти классные. А у вас еще кашемир, по-моему, есть какой-то, да? Покажете кашемир? Вот это кашемир? Да. 100%? Вот, мне кажется, кашемир. Нет? Ну вот мы с тобой практически одну и ту же вещь смотрим. Так, кашемир. 100% кашемир, то есть это не смесь, там 5% кашемира для этикеточки, а вообще это 100% кашемир. Приятно. Да, я вам напоминаю, что в кашемире не жарко, когда на улице не прохладно, и в кашемире не холодно, когда на улице морозно. Стоит кашемировать джемпер розовый 19 990 рублей. А водолазка? Для кашемира это супер. 16 990. Да, 16 990. И цвета красивые. И, кстати, мы не сказали про размерную сетку. Вот у меня в руках М. А какой самый большой? XL? Есть L, есть XL в разных моделях. Ну, поговорю, вот есть L, есть XL. Я хочу резюмировать чуть-чуть уже сейчас. Получается, что высоким – да. Тем, кто успел похудеть к лету – да. Тем, кто носит LXL – да. Если вы ищете гипер-мега-оверсайз, теоретически он здесь тоже есть, вот те джемперы, например, и свитеры с высоким горлом, объемные сами по себе, то найдете. Но в целом, наверное, это… Стандартный фит. Стандартный фит, да. Но на высоких – это уже хорошо. И напоминаю, что лучше прийти в магазин для высоких, найти для себя вещь и ее потом подшить, перешить и немножко деконструировать, чем производить одежду на невысокий рост исключительно. А вот с этим уже ничего не сделаешь. Дошить не получится, поднаставить не получится. Это все слишком проблематично. Есть еще мужская линейка, пойдемте мужское посмотрим. А женское все? Да. А, я не сказал же. Мы сейчас в Айдол, но я знаю, что в Метрополисе открылся Айдол, и там магазин гораздо больше. Поэтому, если вам сейчас этот обзор зайдет, и вы захотите увидеть что-то еще, то мы с вами в Метрополис отправимся. Или если вы к Метрополису ближе находитесь, можете ехать туда. А вот даже украшения есть какие-то. Как залезть? Вот так. Цепочка, например, вот такая. Сколько стоит? Вот такая цепочка стоит… Стоит вот такая цепочка стоит… Вот эта стоит 5,990. Сережки прикольные. Вот эти серьги, такие колечки минималистичные стоят 4,990. Вот они. И вот к этим сережкам есть еще вот такой браслет минималистичный. В общем, если вы любите минимализм, простоту формы, невычурные какие-то детали и пресловутой олд-мани, то вам вайдл. Да, вот эта симпатичная, два вида металла. Да, и забавно, что можно снимать вот это колечко, оно съемное, и серьги станут попроще. А это что? На кожаном шнурочке такая подвесочка. Кстати, это очень актуальное украшение. Тоже берете лаконичный простой джемпер или, например, рубашку, и поверх рубашки вот такой кулончик надеваете. Мне такая эстетика не очень близка. Вы видите, да, я весь в стразах. Но это выглядит однозначно хорошо. Да. Давайте мужское посмотрим, грозит ли здесь что-нибудь мне. Друзья, прервемся ненадолго. Скоро вы продолжите смотреть шоппинг-влог. А пока минутка гордости за наших производителей. Вы знаете, что я всегда рад поддержать коллег из мира моды. Дизайнеров, моделей, контент-мейкеров. Но успеха достигают не только они. Российская бьюти-индустрия тоже развивается буквально на глазах. Представляю вам классный продукт. Молочко для разглаживания и термозащиты волос от бренда Гельтек. Это российский бренд с 30-летней историей, на которой работают опытные врачи-дерматологи, косметологи и химики-технологи. Вся уходовая косметика Гельтек разработана в собственной лаборатории, не тестируется на животных и прошла клинические исследования с участием людей. Ну а это молочко – отличное средство для всех типов волос, в том числе пересушенных и непослушных. Не утяжеляет волосы, быстро впитывается и защищает от повреждения любыми видами термической укладки – феном, утюжком или плойкой. В составе продукта натуральные компоненты, масло зародышей пшеницы, экстракт алоэ вера, березы, крапива, лопуха, ромашки, шалфея. Все это для того, чтобы ваши волосы были блестящими, шелковистыми и удобными в укладке. Заказать молочко для разглаживания и термозащиты волос от российской косметической компании Гельтек можно по ссылке в описании к этому видео. А еще Гельтек уже 30 лет вместе с дерматологами разрабатывают уходовую косметику для лица. У бренда, кстати, есть YouTube-канал, который ведут врачи. Там очень много полезной информации. Ссылку на канал тоже найдете в описании. Ну а мы с вами что делаем? Возвращаемся в магазины. Шоппинг-влог продолжается. Ну и вообще, все, кто делает моду в стране, занимается бьюти-индустрией, большие молодцы. Я вас очень люблю и вами горжусь. Гельтек особенно. Стойка Курты Кобейна. Так, здесь у нас гранж. Вот такие. А вот, кстати, мужское. Вообще-то петельчатое. Вот мужской трикотаж, петельчатый. Классный очень футер. Смотрите, вываренный со стариной. Симпатичные джогеры. Можно и девочки надеть. Да, и для девочек, и для мальчиков. И тоже на высокий рост, что хорошо. Вот такой трикотажный джемпер черно-красный. Треники эти стоят 10 990 рублей. Здесь мы с вами видим джинсы. Такой стандартный, добротный фит. Классические джинсы 12 990 рублей. 100% хлопок. Вот джинсы. Хорошие, да? Вот это классное. Да, вот это суперское. Давай цену чекнем. Так, чекнем цену. 14 990. Вот флисовые джогеры здесь тоже есть. Флис, конечно, помогает форму держать. Но флис у Айдол действительно очень приятный. Вот практически такие же, как в женском отделе. Здесь есть джогеры. К джогерам есть моднейшая вещь сезона. Это вот такая серая зипка. И что мне особенно нравится, на ней нет вообще ничего лишнего. Покажи. Вот смотри. Идеальная просто. Да, супер. Это просто идеальная. И это идеальная зипка из мужского отдела. Вайдол стоит 12 990 рублей. Включаем режим бабка-рогов. Исследуем швы. Нам от этого с вами никуда не деться. Сказал А, говори Б. Давайте посмотрим. Смотрите, все ровно. Что важно. Видите, идет шов внутренний вот этот, закрытый оверлоком. И он же переходит в шов на резинке. Это говорит о том, что это действительно хорошее качество. И на производстве отслеживают все процессы. Потому что очень часто этот шов не совпадает с этим. Это говорит о том, что изделие дешевое. Это сделано классно. Все закрыто хорошо. Молния. Вау. Тут вообще-то YKK. Если вы не знали, то молния YKK. Это не White OK. Это не White OK, во-первых. Это самые дорогие молнии и самая дорогая фурнитура. Все люксовые бренды работают с YKK. По Balenciaga YKK иногда они меняют на другие. И практически все бренды, где используется вот такая фурнитура, закупают YKK. Это очень хорошо. Вообще, Саша, контроль производства. На уровне просто. Пуховичок. Симпатичный. Мужской пуховик. Тоже интересно узнать, какой размер самый большой. Вот у меня в руках Элька. А пуховик мужской самый большой. А есть у вас померить? Дайте, пожалуйста, примерить. Я на себя вот этот 2XL надену и скажу вам, это 2XL или это Эль? Хорошие рубашки. Они со стороны выглядят как офисные. На самом деле они классные повседневные прогулочные. Белые и голубые. Если мы говорим о базовом мужском гардеробе, вот. Это то, что должно быть в вашем гардеробе. И, кстати, вообще вот все, что сейчас мы здесь видим. Хороший базовый пуховик. Сейчас мы размер оценим. Хороший трикотаж. Хорошие вот здесь есть. О, вот это я не заметил. Смотрите. Классный джемпер такой покоцанный. Смотри. Да, красиво. Такой покоцанный джемпер здесь есть. Джинсы здесь есть. Треники здесь есть. И даже брючки, кстати, классные. На кулиске. Вот такие здесь тоже есть. Очень хороший фит. Мне нравится. На мои похожи. Смотрите. Мне тоже, видите, на кулиске. Черные брюки. Вот вы можете попробовать мой лук. Повторить. Получится все, кроме джемпера в стразах здесь найти. Рубашки отличные. Красивая. Рубашка 10 тысяч рублей стоит. Ну что, проверяем пуховик. Кладем сумку вот сюда. Сейчас проверим H2XL. Ну, давайте скажем, что это XL. По ощущениям. Я просто еще так к оверсайзу привык. Ну вот, смотрите. Дайте я на себя посмотрю. Ну, для меня слишком фит. То есть я бы сказал, что если вы ростом, как я, 184 и носите 50-52, это хорошая XL. Да? Угу. Но он очень приятный. Это очень приятная тактильная ткань. Смотрите, как здесь все сделано. Есть внутри манжеты. Вам никогда сюда не задует ветерок. Здесь все закрывается на кнопках. Так. Молнии. Вот здесь уже не YKK. А может быть и Y... Да, это уже не YKK. Но тоже вижу, что хорошее. 7Z называется. Бренд молний. И все здесь технологично. Есть внутренний карман удобный. И, кстати, смотрите, прикольно. Он на магнитике. Видите? Видите? На магнитике. Здесь еще один карман. Еще одно отделение. То есть в целом, если вам не нужно ничего таскать с собой в сумке, достаточно карманов, чтобы сюда положить телефон, какие-то мелочи, может быть, сюда документы. И все. Вот на вас классная куртка. Больше точно не бывает, да? Мне бы, знаете, еще прям на два размерчика больше, чтобы это был огромный пуховик. Было бы супер. Ну вот. В целом, выглядит классно. Голосуйте, пишите в комментариях, как вам пуховик от IDOL на мне. Но все застегивается, воздух внутри есть. Это мои уже такие, знаете, претензии. Хочу больше. Ну что тут еще? Клеечатая рубашка. Кстати, вельветовые брюки. Здесь есть вот такие с накладными карманами. И к ним есть вельветовая рубашка. Я даже скажу, что мужское прямо и не скучно. Нет? Да, симпатично. Ну просто обычно приходишь в мужской отдел, в ТЦ, в магазин, и там просто даже посмотреть не на что. А здесь и джемпирог драный есть? Есть. Зипка офигенная? Есть. Есть. Пуховик неплохой? Есть. Есть. Все, осталось подготовить себя к лету. Так, обзор Айдл завершен. Я считаю, что хорошее открытие, хороший добротный бренд. Привереда Шу здесь практически не включалась. Еще и пять вещей примерила. Или даже больше. Так ведь? Дизайн магазина, мне кажется, хорошо. Единственное, что у меня очень много света на одежде. И мне кажется, что мы вот там не очень красивые были. Зато жизнь прекрасная. Да. Ну, в жизни мы супер. С вот этим верхним светом выгодим мы, наверное, на троечку. Но уж извините, самое главное швы проверить, ткани потрогать, к лицу все приложить. И одежда, чтобы хорошая была. Конечно. Одежда хорошая за дизайн пятерка, за дизайн магазина пятерка. Свет, пожалуйста, поправьте. Ну, хотя можете не поправлять. За помощь продавцов пятерка. Мерчендайзинг пятерка. Коллекция пятерка. Тренды есть? Есть. Все. Я считаю, что наша миссия выполнена. На модной карте появился новый бренд. Повторюсь, называется он Айдол. Премиальный. Кашемир здесь есть. Есть. Трикотаж офигенный. Есть. Швы закрыты. Нашли. Тренды обнаружили. Предлагаю продолжать шопинг-клуб. Да. И если ищете базовый гардероб, если чего-то не хватает, то назначат сюда, потому что каждая вещь в целом может быть инвестицией. Это правда. Да. Лучше купить одну качественную вещь, чем кучу всякого хлама. И живем по средствам. Если вам пока дороговато, можно найти альтернативу. Их мы, кстати, и поищем. Да. Пойдем. Продолжаем. Мы продолжаем наш шопинг-флог. Это Рог оф Лайв. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте скрины, потому что мы плохого не посоветуем. Правильно? Да. Шу продолжает ходить в своем пальто по Афимолу. Я же без верхней одежды. Сияешь. Переливаюсь, сияю. Приглашаю вас в Лав Репаблик. Давно мы с вами... И мне кажется, вообще ни разу в Лав Репаблик мы не были. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Идем в Лав Репаблик. Стоп. Надо желание загадать. Подожди, давай. Когда первый раз куда-то заходишь. Давай. Не, ну я-то не первый раз захожу. На обзор. На обзор. Все. Загадал. Мне кажется, что мы с вами находимся в магазине нового концепта. Это обновленный дизайн. Все такое белое, все такое элитное, все такое элегантное, все такое красивое, фокус на одежду. И давайте все посмотрим. Откуда начнем? Я хочу туда. Вот кружева ты увидел, видимо, да? Нет, я увидел практически баленсиага. Вы же знаете, да, что я обожаю модель обуви от Баленсиага Найф и Лав Репаблик. Ну, практически один в один повторили. И сделали это, кстати, неплохо. Конечно, каблук здесь пластиковый, но сама форма реально хороша. Если Баленсиага на ресейле такие вы купите, ну, от 40 тысяч рублей, а новые от 100 тысяч рублей, то в Лав Репаблик эта модель стоит 6 990 рублей. Идеальные, великолепные лодочки. Да, они не из кожи, хотя внутри, мне кажется, кожа. Туфли вверх, обуви 100% полиэстер, внутренняя отделка 100% натуральная кожа вообще-то. Вот. Вот. Великолепные. Это великолепно. Да, это супер. Смотри, юбка какая-то из этой кожи. Вот так открывается. Ну, она даже не дурна. Да, это правда. Смотрите, мы с вами в Айдл сейчас видели идеальную из натуральной кожи юбку без декора. То есть на максимально простая. Здесь, конечно, отсылка к гранд-эстетике. Ну, классно. Старенность. Можно, кстати, если ее расстегнуть, носить поверх брюк или джинсов, например. То есть такая юбка-фартук. И стоит эта юбка 5599 рублей. Такая блузочка есть. Красивая. Если что-то вот с висюлями, но более поскровней, то пожалуйста. Да, потому что ношу блузка, конечно, гипертрофированная. Очень длинная рукава. Она скорее неудобная, чем удобная, но эффектная. А это и эффектно, и удобно. И сюда пододеть кружевной черный лифчик. Будет супер. Да, 4999 рублей. Да, очень красиво. Да, это хорошо. Гипюровое платье. Есть вот такие еще джинсы со стариной кожи. Джемпер. Ну, конечно, понимаете, что составы здесь будут уже не такие, как в Айдол. Это все гораздо дешевле. Другой совершенно ценовой сегмент. Ну вот, пожалуйста, да, сравните юбку из Айдол сейчас за 40 тысяч рублей. И вот юбка из Лав Репаблик за 4500. Она уже и кривоватая, как бы уже не такая эффектная. Поэтому если кожаную, то туда. Или вот эту выбирайте. Или вот эту состаренную. Потому что там вот эта состаренность, она как будто оправдывает несовершенство. А вот доним неплохой. Да. Смотри. Ой, а что это? Имитация кружевных трусиков. Вот оно как. Можно и трусики забыть надеть. Что ты часто делаешь? Да. Прикольно. Сколько стоит? Например, сейчас. Сколько стоит? Так, сейчас. 5599. 5599. Вот тренд сезона горох. Причем прикольно, что это как бы горох, но не совсем горох. Такие горошины немножко перетянутые, искаженные. А мне нравится. И смотри, еще узор забавный, что от горошин как будто фиолетовый подтон в разные стороны расходится. Может, это качество просто такое? Нет, мне кажется, это такой узор. Мне кажется, это ткань херовая, поэтому все растеклось. Да. Ну, даже если растеклось, то выглядит как такая оптическая иллюзия. Очень симпатичное платье с драпировочкой, такой сонаранчик. Хотите без иллюзия, черное возьмите. Ну, на самом деле, прикольное платье, правда. Если его грамотно обыграть, оно может быть очень даже эффектным. Так. Сейл, наверное, не будем смотреть, да, Саша? Мы будем здесь смотреть Бёрбери новую коллекцию. Посмотрите, водолазка прям новая коллекция Бёрбери. Дэниэла Ли, которого я постоянно ругаю. Ну, водолазка как водолазка, скажем так. 3599 рублей, я бы её рекомендовал использовать как какой-то второй или нижний слой для объёмчика. Ну, да. Нормальная. Издалека вообще сложно. Нормальная. Смотрите, жакет с прекрасными лацканами. Где вы там? Вот вы здесь, да? Смотрите, какой классный жакет с люрексом. И предлагаю вам подойти и вместе со мной в режиме «Бабка-рогов» оценить идеальный лацкан. Видите? И-де-аль-ный. Я хочу похвалить «Лав Репаблик». А вот сейчас будет рекомендация от Оленьки. И от Сашеньки. Вот такое вот платье. Смотрите, Оленька рекомендует чёрное, я рекомендую зелёное. И по моему вариантику сейчас будет больше понятно, о чём идёт речь. Просто на чёрном не видно нюансов. Смотрите, высокий разрез, асимметрия небольшая. Струящаяся ткань. Очень красивая. И ещё, блин, какой свет везде в магазинах, просто... Короче, вот так буду разговаривать. Платье супер, реально. И ещё классно, что здесь, в магазине, мы не предупреждаем о своих визитах, вещи отпаренные. Да, и я рекомендую такое платье брать на несколько размеров больше, будет классно. Чтобы оно висело. Плюс офигенно, что здесь есть подплечники. Вообще супер, смотрите. Ну, платье, ну, оно прям выглядит дорого. Да. Это классное платье из джерси. Это не джерси, конечно, это полистер эластан, но оно даже на ощупь приятное. 5600. И ещё, ты посмотри, здесь вон как всё внутри. И я стихами... А, ну ладно, оверлок был найден, но в целом исполнение очень неплохое. Ну, за 5000 рублей? Да, вообще супер. Рекомендасьон. Да, это супер платье. Рекомендасьон. Так, ну, какой-то забавный укороченный джемпер, пожалуйста. С бахромой. Очень даже неплохой. Стоит он 4999 рублей. Ну, вот, пожалуйста, если вам вайдл дорого, идёте в Лав Репаблик, покупайте подешевле. На ощупь, конечно, это всё уже далеко от совершенства, но крой и фасон очень неплохой. Да, и вот джинсы мапсы. Да. Нормально. И джинсы нормальные. Джемпер 4999. Джинсы по 4 тысячи рублей, наверное. Четыре тысячи рублей, да. Четыре тысячи рублей. Хорошо. Да, не вау, да, прям не сойти с ума. Но это неплохо. О, натуральная кожа здесь есть, прикинь. Смотрите, есть брюки из натуральной кожи. Плейбой Лав Репаблик, какая-то коллаборация. Смотрите, Плейбой Лав Репаблик. Джинсы стоят из кожи 25999 рублей. Ой, как мне нравятся эти подфорты. Да, они великолепные. Ещё платье где-то было. Бархатное. Что я ещё вижу? Где? И сейчас буду рекомендовать. Юбку? Офигенная. Смотрите. Ой, как красиво. Ну, во-первых, великолепная юбка из очень классной плотной струящейся ткани. По качеству всё супер просто. Здесь не закрыты швы, как в Айдол. Здесь всё открыто. Вискоза. Вискоза и стоит... 4600. Тут реально было ещё где-то плюшевое платье. И вместе это выглядело очень хорошо. Если найдём, это платье вам покажем. А где у вас плюшевое платье? Привет. А у вас плюшевое платье не осталось? Там единичка. А где? Покажи. А дайте посмотреть. Я её принесу. Сейчас притащу там платье. Это очень хорошо. И вот эти подфорты, ну, уже подороже, чем вся остальная обувь здесь. Они стоят 10999 рублей. Но я хочу отметить, что это классная форма. Реально острый мыс. Каблук здесь даже, кстати, не пластиковый. Он обтянут тканью. Что делает визуально эти подфорты дороже. Итак, сегодня Хэллоуин. И я нашла себе наряд. Дай я вот так покажу. Это очень классно. И это тот же самый фасон, который мы рекомендовали в другой ткани. А посмотри спинку. Это супер. Вау. Вау. Ну, ремень меня чуть-чуть подбешивает. Я бы его отрезал. Хотя в надетом виде, возможно, будет хорошо. Ну, многовато. Можешь пряжку просто заменить в цвет. Нет, я бы убрал её. Короче, Лав Репаблик здесь переусердствовали. Платье стоит 8999 рублей. И это просто супер. Да. Особенно для любителей дарк-фэшн. Вы гляньте. И вообще, никто не догадался бы, что это Лав Репаблик. Это реально, блин, баленсиага. Ну, правда. Очень красиво. Бакфорты бы ещё длиннее сделали бы, чтобы они прям до точки срастания. Но они уйдут. Да, они будут вот так. Хочется, чтобы прям... Это супер. И очень красивые жакеты. И реально хочу сказать, что Лав Репаблик очень поработали над качеством. Вот эти лацканы, ну, для этого сегмента прекрасны. Лацканы прекрасны. И вот этот жакет-бар мне нравится. Очень похожий на Диор. Смотри, помнишь, я ещё в прошлый раз его смотрел. Он, знаете, из чего? Он как будто бы из атласной плащевки. Видите, он такой чуть-чуть переливающийся, преломляет свет. Очень классный, приталенный, хорошо скроенный и с великолепными лацканами. Вот. Великолепные лацканы. И форму так держит здорово. Прекрасные лацканы. Самые лучшие лацканы. Реально. Я очень хвалю. Я очень хвалю. Ты очень хвалишь. Я очень хвалю. Мне не платили. Вот это тоже супер. Так, пойдём дальше. Я вообще счастлив. Видала, какие широкие они сделают? Смотрите. Вот, написано «Wide Leg». Это реально «Wide Leg». Большие возьмём? Конечно, никто не понимает, в чём прелесть «Wide Leg» от Balenciaga. То, что здесь просто расширенные брючины. А у Balenciaga они книзу чуть сужаются. И поэтому они классно сидят с обувью. Но в целом это очень хорошо. Рискнули, сделали. Супер. У меня вопрос. Love Republic, а вы что там? В себя пришли, что ли? 5999. Супер. Ещё и на резиночке. Вообще. И я рекомендую парням заглянуть. Вот парням, которые ростом, наверное, 176-177 даже. Вот. Офигенные джинсы. Вот даже как я. Я 178. Ну вот. Ну вот 176, если вы вообще идеально. И в сером цвете ещё есть. Кайфушка. Очень хорошо. Я в восторге. Интересно, это только в этом концепте как бы так хорошо? Или везде хороший ассортимент? Вот платье немцевое. Снималось в нём. Красивое платье. Немножко Александра Рич. Такое лёгкое воздушное платье в романтичном стиле. При этом с чёрным бантиком брошью. Брошь, кстати, снимается. И без броши платье будет вообще максимально симпатичным. Нейтрально выглядеть. И вот здесь ещё, чтобы рукавчики стояли. Даже внутри, по-моему, какая-то, да. Даже есть вот такая сеточка. Прям продуманно. И даже эта сеточка, знаете, как-то нестрёмно пришита. Во. Видишь? Даже всё это кантиком закрыто. Молодцы. Прям нормально. Старались. И это платье, которое я рекомендую. Но на высокую девочку стоит 6999 рублей. Слушай, а может нас уже боятся и делают прям лучше и лучше. А, представляешь? Мне кажется, такая система. Так. Мелан фэшн групп. Вы нас чекаете, что ли? Боятся. Угу. Ну, молодцы. Значит, знаешь, не напрасно. Да, это правда. Работу свою делаем. Ну, а вот чем вам невеликолепие. Никейт, да? Угу. Классные ботильоны замшевые 12999 рублей стоят. Они натуральная кожа. Это натуральная замша. И они прелесть как хороши. В отличие от меня вот под этими софитами. Я вообще боюсь смотреть. И ещё одна вещь, которая мне нравится в Лав Репаблик. Вот я вам покажу. Это не серебряные, а золотые джинсы. И это эко-кожа какая-то, но я не скажу, что прям мерзкая. Они мягкие. Вот здесь внутри такой небольшой начосик. Не противные. Если хотите повторить лук-баттервенето, но наоборот. Золотой низ, серый верх. Да, потому что у них был серебряный низ и кэмэл верх. Они очень классные. Да. Ой. Давай я хочу прям их ещё исследовать. Швы здесь, конечно, тоже не закрыты. Просто ровный срез. Но при этом они и натирать вам не будут. Вот здесь вот прям вообще всё будет идеально. Прям ваша промежность скажет вам спасибо. Не, ну правда нормальные джинсы из эко-кожи. Выглядят очень дорого. Вот если это правильно застилизовать. Вот смотрите, мы берём недорогие джинсы из золочёной эко-кожи. Стоят они 7999 рублей. Покупаем классный джемпер с хорошим составом вайдл. И вы чувствуете себя просто как звезда. И они офигенные. И длина классная. И что ещё интересно, их легко подшить. То есть их просто... Их можно просто срезать. А их можно подвернуть вообще. Да. Вы смотрите, какой здесь подворот внутри. И вот ходить вот так. Нет, так не надо, да. Ну шапку из этого себе сделаете. Шапочка моряка. Повязку old money. Нет, это... Gold money. Gold money, да. Ну я как-то прям, знаешь... Вдохновился? Ну я думал, что мы сейчас будем песочить. То, что частенько Love Republic у нас в частных разговорах доставалось. А тут прям хорошо. И джинсы опять длинные. Хорошие джинсы. Начали шить, что ли. Ну смотри, вот здесь и дублёночка из эко-меха. Джинсы супер. Пойдёмте в начало. Ну в начале что-то так себе. Почему-то классные вещи. Все в глубине магазина. Вот эти брюки мы снимали в программе. Ну нам бы их на размерчик больше в программе надеть надо было. Но для любительниц спортшика и офис-кора одновременно, смотрите, серые брюки на резинке и с белыми контрастными лампасами. Эти брюки хороши, и они из костюмной, кстати, ткани. А вот эти сапоги какие-то клеёнчатые, стоят 12 тысяч рублей состав искусственной кожи. И вот сразу видно, да, что уже прям не очень. Ну для искусственной кожи дороговато, если честно, да. Ну что-то при входе какой-то отстой. Вот лук они, конечно, сделали супер. Лук от стилистов Love Republic. Спасибо большое вам. И сапоги. Вот эти на раз, два, три. Просто образ от Love Republic. Не повторять опасно. Да, не повторять не стильно. Итак, пришло время подвести итоги. Love Republic приятно удивили. Это правда. Предлагаю прям сердечки отправить. Лайки ставьте. Пишите, как вам коллекция Love Republic носит ли в одежду этого бренда. Резюмируем. За коллекцию, я считаю, пять. Да, есть ширпотреб. Но при этом есть и классные, добротные, вполне себе модные носибельные вещи. И нарядненькая интересная. Здесь была обувь неплохая. В магазине порядок, хорошо. В магазине порядок. Многие вещи, большинство вещей отпарены, отглажены. Поэтому выглядят премиально и хорошо. Вот другие магазины Love Republic. Берите пример с Love Republic здесь в Афимоле. И обслуживание супер. К нам никто не лез. Платье бархатное нашли. И я доволен. Да? Реально. Магазин светлый. Все хорошо, да. Я доволен. Пойдем в манго. Ой, в манго, да, с удовольствием. Идем в манго. Вперед. Пошли, пошли. Манго. Во-первых, мы рады, что манго в нашей стране присутствует. Спасибо большое, что не ушли, не покинули. Во-вторых, практически в каждом магазине отличается ассортимент в манго. Есть манго в Метрополисе, мы сейчас в манго в Афимоле. И здесь несколько раз в последнее время делали крутые покупки. Мы тут купили потрясающий смокинг. Мы купили здесь потрясающее что-то еще. Красные туфли. Я их уже вижу. Давайте быстренький обзор манго в Афимоле. Манго супер. Пойдем. Опять кожаные брюки. Мне кажется, мы везде сегодня должны найти кожаные брюки. Вот эти стоят 6999 рублей. Естественно, понимаете, что это эко-кожа. Но, вы знаете, она прям непозорно выглядит. Смотри, вот издалека. Да, тут вопрос даже не в том, как она выглядит. Как по ощущениям будет? Ну, как по ощущениям будет? Жарковато, да? Жарковато по ощущениям будет. Но непозорно. Визуально выглядит все это непозорно. Мне очень нравится этот жакет твидовый. С крашенными пуговицами. Вообще красивый. Красиво. Блузочки какие-то лаконичные. Видимо, рюши, банты возвращаются. К тому же, это не просто жакет стиля Шанель. Это еще и красный жакет. Красный тренд сезона. Жакет стоит 9999 рублей. И тут, знаете, по маркировке даже 4XL бывает. Ух ты. Мне кажется, что у них нет в магазине 4XL. Да, посмотрим, какой максимум. Вот XL вижу. А достань XL. Мы оценим просто, насколько он большой. Так. Видим? Ну, вот XL. Ну, такой. Да нет, Саш, на самом деле, он же должен, типа, фитово сидеть. Смотри. Ну, в общем, ну, ладно, это L. На невысокий рост хорошо будет. Потому что мне будет просто... Не, ну, я тебя умоляю. Вот, великолепные Мэри Джейн туфельки из красного лака. Смотрите, какой классный, расклешающийся устойчивый каблук. К ним есть сумочка, кстати. Да, к ним есть сумочка. И если мы ее найдем, вам обязательно ее покажем. О-о-о, а вот это же прям красиво, нет? Ты прям вообще сегодня, да? Я люблю сегодня блеск. А, она пришита для таких, как я. Ну, короче, это брошка, когда вы купите, может быть, вами вот отсюда отрезана. И вы можете носить ее отдельно. Очень эффектная, кстати. Жакет на троечку, брошка на пятерочку. Ну, блузочка с ленточкой. Тоже симпатично. Вот такое куцеватое. Ну, да. Под жакетик. Вещи симпатичные, но все на невысоких. То есть манго однозначно можем рекомендовать невысоким зрительницам нашего обзора. Даже жакет, смотрите, оверсайз тоже кропнутый. Вот на невысокую девочку классный оверсайз. Вообще супер. Симпатично. И качество бомба. Бабка Рогов доволен. Бабка в восторге сегодня. Смотрите, идеальные лацканы. Просто. Не, ну правда хорошо. Ну, а что, я должен ругать? Нет. Просто, чтобы ругать. И вот этот жакет с великолепными лацканами стоит 10 тысяч рублей. Это мне нравится очень. Вот это прям хорошо. Супер. Хороший жакет. Здесь есть миленькая такая укороченная курточка-авиатор. Стоит 12 тысяч 999 рублей. Смотрите, для тех, кто ищет классную, но при этом акцентную яркую юбку, вот, пожалуйста. Красивые осенние оттенки. Стоит она 4799 рублей. Здесь есть резиночка. И отлично, что здесь в узоре есть подсказка, с чем носить. И с черным, и вот с таким горчичным, и с цветом сливочного масла. Будет здорово. Красиво описал, да? Вообще облизываю стою. О, стопроцентная кожа. Кожа. Вот, платье и стопроцентная кожа. Это классно. Симпатично, да. Это Александр Вэнк немножко. Да. Прям супер. Интересно, как сидит вот здесь на груди, конечно. Я бы рекомендовал на размерчик тоже больше брать и носить поверх чего-то. И на маленькую грудь. Да. На пышную не натягивайте это. Даже если натянется, не надо. Вот эта сумочка стоит 13999. Хорошая форма. А сколько платье стоит из натуральной кожи? 37, по-моему. 37999. Ну, 37, конечно, это дорого. И вот еще мне нравится жакет-бомбер. Смотрите, на спинке есть резинка кашкарсе. Здесь тоже резинка кашкарсе. На воротничке. И подплечники. То есть это куртка реально модного силуэта. Смотри. Тут прям широкие подплечники. Будет классно смотреться. К ней есть брюки. Но я бы вместе не носил. Я бы с каким-то другим низом это заинтересовал. Симпатичный тоже. Да, хороший жакет, добротный. С идеальными лацканами. И по качеству классный. Супер. Хорошо. А давайте цену посмотрим. Это хорошо. 18 тысяч. Вот. И еще немножко здесь прады неумил есть. Смотрите, шорты, трусы. Супер. Видала? Угу. Вот шорты, трусы, бомбер, колготки, чтобы торчали. Колготки можно еще вот здесь достать, чтобы шовчик было видно. Кайф. Но эти шорты, трусы, видимо, никому не нужны. Они тут так и провисают в распродаже. Ой, эта юбка мне так нравится. Вот это классная, да. Гляньте. Эта юбка в складку в стиле Прада. Выглядит очень дорого. С белой рубашкой. Смотрите, какая красотища будет. С галстуком вообще все тренды сезона. И хочу вам показать нюанс этой юбки. Смотрите. Внутри из плотной сетки есть подъюбник, который помогает юбке держать форму. Подъюбник этот отстегивается, и вы можете носить юбку без подъюбника. А еще подъюбник надеть отдельно поверх, например, черных брючков. Классический. Вообще рубашка суперская на самом деле. Юбочка суперская. 13 999. Да, вообще все суперская. Просто суперская. Ну а что, надоедят галстуки, потом убрал, просто ее носить. Я вообще считаю, что мы стоим просто в суперском магазине. Вообще класс. Просто все суперская. Суперская, да, все? Вечеринка суперская, все вкусно. Сумочки здесь у нас есть вот такие. А что ты не эту смотришь? Я к ней приду попозже. Есть вот такая за 4 799. Кстати, хочу похвалить освещение в магазине. Мне кажется, здесь самое комплементарное освещение из всех магазинов, в которых мы были. Великолепная игривая сумочка с бантиком. Великолепная игривая сумочка в стразиках. Подходит к золотым брюкам из Love Republic. Сюда джемпер из Idol. И какую-то обувь, можно золотую, а можно что-нибудь попроще. Даже кеды. Yes. Вообще видали? И стразы, знаете ли, покруче, чем на моем дорогущем джемпере. Смотри, это прям стразы, видишь, мерцают. А это у меня пластмасска. Ну вот. 4799. Надо в манго покупать. Ну вот, если бы я влезал в манго, во что-нибудь, я бы, может, и купил бы. Так, идем дальше. Там еще одна зона. Там вещи уже попроще, более классических силуэтов. Но напоминаю, все на невысокий рост. Здесь на невысокий рост. Хотя вот эта юбка уже и на высокую, как будто бы. Смотрите. Юбка из твида. Но это, конечно, намек на твит. Это не твит. Такая мягкая, вахрусчатая ткань. Это даже трикотаж, кстати. Это реально трикотаж. Приятно, как полотенчика. Да, это классно. Это обманка. Вообще вот эти иллюзии сейчас очень актуальны. Когда на одежде что-то нарисовано, объем какой-то мнимый. Или вещь выглядит как твидовая, но на самом деле это трикотаж. О, смотрите, да. Классная длина и вот такая укороченная курточка. Не в стиле шуб, поэтому напоминаю вам примерок. Мы не делаем практически никогда в шоппинг-влогах. Но мы помним о вас, наши любимые зрители, которые наверняка в данную секунду комментируют, подписывают, ставят лайки. Мне, человеку, скороговорки. И мы вам показываем такие симпатичные варианты. Пожалуйста, можно носить костюмом. Можно носить по отдельности. Юбку, например, с серой толстовкой. Это с джинсами, с джинсами в манго. Ну, кстати, такую юбку я бы, может быть, и надела. Да выглядит бомба. В какой-то блохо поиграть. В какой-то крэйзи стайлинг в стиле Гуччи. Крэйзи стайлинг. О, вот этот костюмчик еще мне нравится. Мы даже подумывали над его покупкой для одной из героинь нашего шоу, но купили что-то другое. Смотрите, такая юбочка на резиночке, скроенная по косой с узором тай-дай и рубашка простого кроя. Вместе все это выглядит объемно и интересно, и по отдельности будет тоже супер. Но по отдельности уже простовато, да? Вместе классно. Ну, если же какой-то классный джемпер подобрать. И, кстати, даже вот с каким-то таким жакетом это может смотреться здорово. Как-то здесь стилизовать это все. А вот джинсы немножко дайзл. Смотрите, качество супер. Дизель. Смотрите, они прям краской как будто бы залиты, еще сварены, потрепаны. Вы еще их поносите, они чуть подобмякнуты. А мы с тобой говорили, потому что раз дайзл у нас все исправляли, думали, что мы не умеем, они знают. А, дизель, извините, правильно, дизель. Говорит, спасибо, что вы нас научили. Да. А это что? Так. О, это натуральная. Это натуральная кожа. Рубашка стоит 34 999 рублей. И это очень красиво. Смотрите. Но это тоже на невысокий рост. И классно, что рубашка не черного цвета, а такого болотного зеленого оттенка. А это акне у тебя в руках чуть-чуть. Или марни. Или дайзл. Ой, извините, пожалуйста, простите, я не хотела ошибиться. Дизель. Вон что. Даже на меня здесь есть джинсы. Смотрите. Большие размеры-то здесь тоже есть. Ой, супер. А какое-то... И эти джинсы размер 46. 52. Это 52. Стоят они 5999 рублей. Это для тех, кто ищет джинсы большого размера. Пожалуйста. Отличный фасон. Мягкие. Хорошая варка. С такой не очень акцентной состаренностью. Мне эти джинсы нравятся. Манго молодцы, да? По поводу размерной линейки. А это что за милота валяется? Где, Саша? Вот. Это кандибобер. Мне она не налезет. Мне тоже. Я вот так и надену. Красиво? На боксах. Привет, ты как? Я супер. Я не на тебя спрашиваю. Ты как? Нормально все у тебя? У нас тоже все супер. Мы надели эти великолепные кандибоберы из манго. И призываем тебя смотреть чаще. Рог оф лайф. Комментировать, подписываться. И обязательно смотрите шоу. Кто круче Рогова? Потому что круче Рогова никого не бывает. Но бывают исключения. А мы продолжаем. Это шопинг-клог. Тут есть мужской отдел. Давай одним глазочком заглянем. Давай. Кандибоберы снимаем. Ну, мужской манго, что мы скажем? Прям все примитивно. Все просто. На очень субтильных молодых людей. Прям детское как бы. Да, прям как будто бы детское. Это эска у меня в руках. Ноэлька, я думаю, далеко от эски явно не ушла. И джинсы, например, я сейчас возьму. Вы обалдеете, какого они... Привет. ...варианта. Ну, как бы... Это какое? Ну, в общем, прям на невысоких парней. Но я не говорю, что это плохо. Пожалуйста, ребята, они высокого роста. Идите в манго. Симпатичное пальто. Неудлиненное. Рубашки все достаточно короткие. Джинсы будут по росту хороши. И костюмы тоже здесь неплохие. Хорошая лацка. На все это классика. Но тоже очень маленькие размеры. То есть, наверное, 52-й мужской в манго. Это реально 48-й максимум. Просто очень странно, что женская... Женская моднее. Ну да, широкая размерная линейка. А мужская нет. Почему? Ну, может быть, у них есть какое-то исследование, что клиент манго – это человек невысокого роста. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Но из неплохого. Видим с вами здесь вот такие лоферы замшевые. Но они не замшевые. Хотя стоят 13 999 рублей. Мне кажется, они натуральные. Хотя... Ну, здесь посмотрим. Там вот где-то открываешь. Вот натуральная. Вот. Натуральная замша. Легенькие такие. Неплохие. И вот там как будто бы что-то поинтереснее. Но тоже все очень маленькое. Вот это я вообще девчонкам бы посоветовал купить. Классное прямое пальто. Лацканы, хорошие рубашки, брюки, вельвет. Вот этот прям такой жакет-пиджак Селин. Можно пуговицы золотые, например, сюда пришить. И тоже девчонкам могу порекомендовать. 22 999 рублей стоит. Опять все на очень невысокий рост. Ну, скучням бы. Да, очень скучно. Да. Наверное, самое интересное из мужского, что мы видели – айдол. Так, мы готовы делать выводы о посещении магазина «Манго». Ну, давай все равно поставим 5. Нет, хорошо. Все, да. Мне тоже все понравилось. Это хорошо. Да. Есть хорошие, добротные, классные вещи. Цены на какие-то позиции дороговаты. Ну, нормально. Да? Нормально. Качество топ. Женский вообще супер. Женский супер. О, господи. За мужской отдел ставим тройку. Дизайн просто ни в какие ворота не лезет. И фасоны не современные. Мы обслуживание отлично. Даже музыку в магазине выключили, чтобы было потише. И за нами ходили, следили и наблюдали. Гордились, что мы пришли довольны. Господи, довольны. Частота в зале супер. Развеска хорошая. Все четко, понятно. Манго рекомендуем. И мне кажется, пришло время прощаться. Мы с вами прощаемся. А ты прикинь, это же на нашу заставку похоже. Мы же там тоже в джунгли все время ходим. Класс. Так, мы с вами прощаемся. Это Рогов Лайф. Ольга Шуранова, Александр Рогов. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите наши выпуски. Контент для вас пилим без устали. Чао-какао. Ходите по магазинам. Инвестируйте в свой гардероб. И помните, живем мы по средствам. И лучше купить что-то одно хорошее. Это правда. Чем 48 плохого. Нормально звучит? Нормально. Пока.